Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Напомню, что предыдущее видео закончилось словами кто мы, для кого, что мы вообще хотим получить, если не знать контекста – вполне себе философские вопросы. Но контекст у нас – контекстная реклама. А значит на эти вопросы мы все-таки ответы найдем, точнее вам их нужно будет искать, вооружившись знаниями, к которым мы и переходим. Итак, теперь большая часть того, что есть в интерфейсе продвинутой версии Google Ads не выглядит уж таким устрашающим, как в начале. Тут у нас группа объявлений по компании Теплосеть. Пока тут только группа Теплосеть, надо было кстати назвать по-другому, чтобы не путаться. Тут объявления, которые есть в компании и ключевые слова, которые есть в компании. Соответственно мы можем добавить еще ключевых слов в группу объявлений Теплосеть, выбрав из предложенных или написав свои. Вот они у нас появились. Но вот это настолько низкочастотный запрос, что объявления по нему показываться не будут. Ну и также мы можем добавить объявления, выбрав группу объявлений. Как я уже говорил, объявлений должно быть много. Это вы увидите, когда мы посмотрим уже профессиональным взглядом на аккаунт фонда «Живи сейчас». Что вам нужно будет делать часто? Собственно основные действия. Во-первых, создавать группу объявлений. Я говорил, что хорошо бы развести рекламу Теплосети для взрослой и юношеской аудитории. Давайте эту группу переименуем в Теплосеть Дети и создадим группу Теплосеть Взрослые. Также сразу можно добавить какие-то ключевые слова, но это можно сделать и позже, уже из основного интерфейса. И можно добавить объявления, но и это можно сделать позже. Итак, вот у нас Теплосеть Взрослые со своими уникальными объявлениями и уникальными ключевыми словами. И Теплосеть Дети также со своими уникальными объявлениями и уникальными ключевыми словами. Имейте в виду, что ключевые слова должны быть уникальными для каждой группы объявлений. В этом, собственно, и смысл работы. Подобрали ключевые слова под разные типы задач и составили объявления под разные типы задач, то есть под эти ключевики. А здесь, если мы выберем всю кампанию, то увидим все объявления и все ключевые слова с пометками, к каким группам они относятся. Здесь же в объявлениях есть расширение. Это дополнительные ссылки, уточнение, словом то, что мы заполняли на стадии старта кампании. И мы можем добавить сюда еще какие-то ссылки. Либо, например, удалить что-то, что нам не нужно, также на уровне кампании или группа объявлений. Также их можно добавлять в другие кампании или группа объявлений одним нажатием кнопки. Очень удобно. Что еще вам может понадобиться? Ну понятно, что понадобиться может почти все, но к чему прибегают часто. Ну, во-первых, настройки. В данном случае общие настройки кампании. Также можно менять настройки на уровне групп объявлений. Аудитория, демография — это не часто. Устройства. Это в случае, если вы делаете, скажем, кампанию по продвижению приложения для мобильных телефонов. Логично, что реклама должна идти только на телефоны. Ну и местоположение, если вы вдруг решили его поменять. Здесь еще есть удобная закладка с отображением кампаний. В Google Ads даже при удалении они не удаляются, а помечаются как удаленные, чтобы не захламлять панель, их можно не отображать здесь. Или, скажем, не отображать отключенные. Есть еще настройки вот здесь. Их много. Каких-то мы коснемся, какие-то уж, извините, для самостоятельного изучения. Опять же, если мы захотим относительно подробно разобрать Google Ads, это часов 40, я думаю. За каждой настройкой скрываются бездна информации, но для основной работы тех знаний, которые вы получили, достаточно. Точнее, есть еще один пункт, важный, но о нем мы поговорим чуть позже. И вот мы возвращаемся к аккаунту фонда «Живи сейчас». Теперь, я надеюсь, вам тут все примерно понятно. В закладке «Обзор» общие информации по аккаунту за последние 30 дней. Тут общее количество кликов, количество показов объявлений, средняя цена за клик и сколько всего потрачено денег. Напомню, что в месяц по программе Google Grants предоставляется 10 тысяч долларов. Потрачено 143. Кажется, что это несказанно мало, но поверьте, и это хороший результат. Когда вы увидите наполнение аккаунта, поймете, что и это далось большим трудом. Период отчета можно изменить. И что мы еще видим? Что тут две большие компании, в каждой около десятка групп объявлений. А это значит свои тексты объявлений, свои ключевые слова. Если выбирать здесь компании, то в обзоре отображается статистика уже по конкретным компаниям. Ну и тут основная информация, которая может быть весьма полезной. Самые качественные ключевые слова, сортированные по общей стоимости. На самом деле, видите, кликов может быть мало, поскольку слово дорогое, но общая стоимость, например, высокая. То есть это не значит, что слово действительно качественное. Дальше то, что менялось сильнее всего за период, тоже повод задуматься. Вот объявление, которое показывалось чаще всего. Ну и собственно пока информации достаточно. Остановимся на ключевых словах и непосредственно на вот этом понятии CTR. CTR это соотношение числа показов объявлений к числу кликов по нему. То есть если объявление показывалось два раза и один раз по нему кликнули, то CTR будет 50%. Если 10 раз и кликнули один – 10%. Ну и так далее. Ну то есть делите клики на показы, получаете CTR. У фонда «Живи сейчас» по топовым ключевым словам CTR 20-30%. Это, поверьте, очень хорошо. Вот просто очень-очень. Вероятность того, что у вас будет такой CTR невысока. Но в принципе, если он будет держаться в пределах 5-10%, это нормально. Ниже 5 лучше не опускаться. Если среди месячный CTR по аккаунту будет ниже 5%, грант можно потерять. И даже если этого не произойдет, какие-то объявления перестают показываться, да и в принципе к аккаунту Google начинает относиться недоброжелательно. Там же робот ему уже не объяснит, что вы хорошие, помогаете детям, ну просто некогда было заниматься оптимизацией аккаунта. Субтитры сделал DimaTorzok